This conference will now be recorded. Пока я буду делать вступительную часть, вы это успеете. Возможно, вы заняли недоступный, не очень удобный слот, и в нем как раз тихая громкость. Попробуйте выйти и зайти за мной. Ну, а я начну. Наш мастер-класс проходит в рамках анонсирования курса Excel 2. Расширенные возможности. Меня зовут Мишина Анна Евгеньевна. Я преподаватель учебного центра «Специалист». Являюсь сертифицированным тренером Microsoft Excel. И преподаю в учебном центре «Специалист» полную линейку трех базовых курсов Excel. Excel 1, Excel 2 и Excel 3. Данная тема, как я уже сказала, посвящена освещению курса Microsoft Excel 2019 уровень 2 расширенные возможности. Именно этот курс в нашем учебном центре является авторизированным корпусом с нашим партнером Microsoft. И партнер разрешил нам преподавать этот курс именно от его имени. Ближайшие группы под моим управлением данного курса пройдут уже совсем скоро. Через неделю вечером, а 9 августа, либо в следующую, получается, через субботу, 14 августа. Буду вас ждать, если темы, которые вновь сегодня освещены, будут вам интересны. Учебный центр «Специалист» скоро отметит уже в ноябре 30 лет своего существования. За это время мы разработали и внедрили более тысячи курсов. Особенность нашего учебного центра, что все преподаватели, а их у нас в учебном центре «Специалист» более 250, соответственно, имеют обязательно практический опыт. И это придает курсам, ну, скажем так, дополнительную нотку заинтересованности преподавателя в преподаваемом материале. Наш учебный центр прописывает все гарантии, которые мы несем перед слушателем. Все гарантии прописаны непосредственно в договорах, которые вы подписываете. И в этих договорах мы подтверждаем гарантии качества, результата, гарантированное расписание занятий, гарантии безопасности, гарантии сохранения средств организации, что делает обучение в нашем учебном центре гарантированно безопасным. Тема сегодняшнего мастер-класса «Планирование и оценка распродаж», а именно пять универсальных инструментов Excel, которые помогут, соответственно, с этим разобраться. Те пять универсальных инструментов, о которых я говорю, это прежде всего формулы и сводные таблицы. Наверняка вы знаете, что при любом собеседовании о том, на вопрос о том, знает ли соискатель Excel, задается основной вопрос, знакомы ли вам сводные таблицы и знаете ли вы формулу ВПР. Как правило, формула ВПР является основой основ, и если будущий сотрудник знает ВПР, то со всеми остальными формулами считается, что он может разобраться. Так вот, формулы – это, естественно, самый главный инструмент, с которого надо начинать при возможной работе в аналитической сфере в Excel. Помимо этого, сегодня мы будем использовать такие инструменты, как фильтрация и сортировка, группировка полей словных таблиц, и нам еще поможет условное форматирование. Условное форматирование будет выделять интересные для нас моменты во всех этапах подготовки, планирования и контроля эффективности распродажи. Вообще, эффективность маркетинговых акций всегда стоит на стыке выполнения цели. Нам при планировании маркетинговых акций, мы прежде всего должны выполнить ту цель, ради которой данная маркетинговая активность затевается. В виде цели мы можем иметь увеличение прибыли компании. В принципе, это основная тема, основная цель, которую мы преследуем. Но, помимо этого, могут идти какие-нибудь подцели, как то сокращение неликвидного стока, сокращение потерь от порчи товара, увеличение выручки и другие, скажем так, подцели, которые приводят к одной увеличению прибыли. В качестве рычагов для оценки, для того, чтобы данная маркетинговая активность сработала, мы могли бы использовать различные инструменты, как распродажи, скидочные акции, конкурсы, рекламные активности, различные способы привлечения лояльных клиентов. В рамках мастер-класса, который мы проводим сегодня, я попробую на практике показать вам, где мы можем применить Excel, например, при выборе товара для распродажности язычных акций. Цель данного мероприятия – это сокращение неликвидного товара. Именно про эту цель мы будем всегда помнить, когда будем планировать распродажу в рамках мастер-класса. В принципе, один из шагов, к которому мы должны приступить для того, чтобы начать планирование, называется анализ прошлого периода. И при анализе прошлого периода, давайте я сейчас перейду уже на страничку Excel, при анализе прошлого периода мы, вероятно, могли бы опираться на какие-то показатели, как то продажи. Если у нас имеются пять товаров, и мы понимаем, что они продавались в определенной, соответственно, объеме, то только опираясь на продажи, нам сложно понять, какой товар нужно бросать в акцию. Ну, например, маленькие продажи у товара номер один, его мы будем, акционер, включать в акцию, в распродажную? Скорее всего, нет, потому что здесь обязательно нужно посмотреть, какие остатки данных товаров у нас на складе. В данном случае мы понимаем, что товар второй и товар третий имеют большие остатки. Его ли мы должны включать в распродажу? Тоже не совсем верно. Мы должны найти какую-то взаимосвязь между остатками и продажами товара. И эта взаимосвязь описывается таким показателем, как оборачиваемость. Вот эта красная линия на графике. Что такое оборачиваемость товара? Прежде всего, это некий временной период, насколько хватило товара при существующей скорости продаж. Причем, вот эту существующую скорость продаж мы можем брать как за вчерашний день, как за прошлую неделю, как за прошлый месяц и так далее. Но по-другому решить, то есть, какой период мы берем, все зависит на самом деле, прежде всего, от вида товара, которым мы будем работать. Сейчас на таблице вы видите продажи за период, пока они обозначены. Если мы представим, что данные продажи на рисунке обозначены в месяце, то посчитанная оборачиваемость показывает нам, что товара хватит на 3,2 месяца будущих продаж, если скорость не изменится. Если продажи будут оценены в днях, то мы увидим оборачиваемость, соответственно, в количестве дней, насколько этого товара хватит. Оборачиваемость может изменяться в различных величинах. Все зависит от того, с каким товаром мы работаем. Просто оборачиваемости, наверное, недостаточно. Нужно еще понимать такое понятие, как средняя оборачиваемость. То есть, это оборачиваемость, которая разделит наш товар на несколько, получается, на две части. То, что будет находиться в нижней части, это товар, который имеет оборачиваемость ниже средней, и он достаточно ликвидный. А вот все, что мы видим под, над вот этой зеленой линией, это товар, который, в принципе, оборачивается гораздо ниже, И именно его мы будем включать в будущие акции. Давайте попробуем проанализировать существующие продажи, а они находятся на листе реализации. Немного повторю. Если после завершения мастер-класса вы захотите проделать те же самые операции, которые я сейчас буду проводить на экране, вы можете зайти на страничку нашей группы и скачать эти материалы, включая презентацию и Excel-файл с личного кабинета нашего семинара. При любых вопросах не стесняйтесь, задавайте мне их, пожалуйста, по электронной почте. Особенно будет приятно, если вы можете поделиться своими кейсами, обязательно их обсудим и попробуем решить вместе с вами. Далее посмотрим, получается, перейдем к нашему Excel-файлу и посмотрим, соответственно, одну минутку. Так, прошу прощения. Одного файла реализации нам недостаточно. У нас, как мы поняли, одни продажи не являются, скажем так, основополагающими. Помимо реализации мы должны иметь какую-то статистику по остаткам. Как правило, если на предприятии есть база данных, ну, будь то 1С, в любой базе данных можно выгрузить отчет, где остатки с продажами окажутся в одном отчете. Но если вы небольшая компания, то такие отчеты будут невзаимосвязаны и инструментами Excel эти отчеты мы могли бы между собой соединить. Соединение таких двух отчетов возможно по некоторому, ну, скажем так, общему ключу. В данном случае ключ у нас называется модель свет город и этот ключ по остаткам мы будем суммировать, исходя из столбцов реализации. Огромная просьба, мне надо перегрузить звук. Да, я поправила звук, извините меня, пожалуйста. Так вот, только одной реализации нам будет не хватать. И если мы посмотрим на самом деле наши остатки, то те самые продажи мы можем присоединить по вот этому общему ключу, продажи, которые совершались по определенной модели, по определенному цвету в определенном городе. Как это сделать? В рамках курса Excel 2 мы изучаем одну из формул, которая в этом может нам помочь. Конечно, помимо этого способа существует еще десяток способов, которым можно соединить две таблицы. Начиная от использования макросов, заканчивая использованием сложных SQL-запросов к базе данных. Не забываем про специальные настройки, которые недавно появились в Excel с приставкой Power, PowerPivot и PowerQuery. Но и простыми инструментами Excel, в данном случае формулой сумм-если-мне мы можем соединить эти две таблицы. В данном случае первым аргументом формулы сумм-если-мне у нас будет товар реализации, то есть столбец J, по которому мы берем продажи. В качестве следующих аргументов это то самое сравнение, где мы сравниваем среди списка всех артикулов на листе реализации ячейку А2, где мы ищем на листе реализации среди всех цветовых зон ячейку B2, отвечающую за цвет товара. И среди всех перечисленных городов на листе реализации мы находим ячейку города конкретного, который находится в ячейке C2. Но так как в реализации наши продажи представлены по дням, а соответственно у нас есть в данной ячейке, если я вам покажу различные дни продажи одного и того же товара, тогда нам нужно подвести реализацию за какой-то период. Давайте представим, что сегодня не 2 августа 2021 года, а как будто бы сегодня 15 июля 2021 года. Мы находимся где-то вот в этой точке. Тогда для расчета продаж двух недель предыдущего периода мы укажем период, который будет больше 1 июля, больше либо равно, и соответственно меньше либо равно 14 июля, что в сумме составляет 14 дней предыдущих продаж. Как, если эта формула вас заинтересовала, то более подробно и легкие, и более сложные задачи мы решаем как раз на курсе Excel 2 расширенные возможности. Здесь я вам представляю возможность и представляю, каким образом мы можем данную формулу использовать для соединения двух таблиц и получения некого свода, в котором одновременно будут содержаться и остатки на текущую дату. Напомним, мы представили, что сегодня 15 июля продажи за двухнедельный период до, это вот это зеленое поле на календаре, и, соответственно, выручка. Теперь, имея соединенную таблицу по общим ключевому полю, мы можем на основании этой таблицы составить сводную информацию, чтобы понимать, сколько у нас всего остатков и как быстро мы их продаем. Для этого самый лучший и удобный инструмент – это сводные таблицы. Наверняка вы слышали о том, что большинство аналитических служб используют именно их. Найти инструмент вставки сводной таблицы можно в меню «Вставка». Кнопка «Сводная таблица» в английской версии интерфейса, она называется «Pivot Table» мы найдем в левой части экрана. А в данном случае нам надо ответить в этом окне всего лишь на два вопроса. На основе каких данных мы будем строить сводную таблицу? Сейчас в качестве основ, не будьте ко мне сильно, скажем так, строги, мы будем использовать простейший вариант создания сводной таблицы. Однако, повторюсь, что сводную таблицу мы могли бы строить на более сложных источниках. Например, в рамках курса Excel 3 мы научимся строить сводную таблицу на основании нескольких листов одной книги, либо нескольких файлов одной папки. Либо на курсе Excel 6 мы сможем множество таблиц разных файлов добавлять в единую модель и строить что-то типа подобного, а лапкуба, на основе которого можно выводить очень много различных и интереснейших отчетов. Но, повторюсь, что данный мастер-класс про то, как простейшими инструментами Excel, а вы видели, это сводная таблица и формулы, это фильтрация, сортировка, группировка, мы сможем выбрать тот сток, который в нашем случае должен включаться в распродажу. Помещать мы данную таблицу будем на новый лист, нажмем ОК, и сводная таблица окажется в нашем файле. Что мы хотим в этой сводной таблице посчитать? В принципе, чтобы наполнить эту сводную таблицу данными, мы посмотрим в правую часть, в настройку полей сводной таблицы и в настройку макета. Обратите внимание, что в макете есть специальное поле, куда мы вносим значение для расчета, а также поле, где мы увидим разрез этого расчета. Например, я хочу посмотреть разрез, в данном случае, моего товара по подгруппе. У нас их здесь всего две, футболки женские и футболки мужские, а также по коллекции. Рассчитывать данные, соответственно, поля мы будем, по данному разрезу мы будем такие поля, как остатки. В принципе, можно пользоваться теми галочками, которые находятся в поле, но иногда это приводит к ошибкам, поэтому, наверное, можно и вручную переносить значение, либо действительно нажимать эти галки, тогда Excel автоматом перенесет нашу, соответственно, табличку, расчетные данные, которые нам необходимо посчитать в область значений. Так как в значениях у нас сейчас находятся три столбца, то сформировалось некое служебное поле значения, которое автоматом поместилось в столбцы, говоря о том, что расчетные значения суммируются в столбцах. Чтобы эти столбцы у нас не занимали много места в названиях, я их просто переименую. Первый столбец назовем «остатки», второй столбец на это назовем «продажи». Так как такое поле сводной таблицы у нас уже существует, о чем мы получили сообщение, то переназывать это поле надо с небольшим изменением. Например, «продажи пробел». И следующее поле мы назовем обычным обозначением «выручка». Хотя мы понимаем, что данное поле рассчитано по способу агрегирования информации с помощью операции «сумма». При необходимости мы можем менять эту операцию на количество, среднее, максимум и минимум. Но сейчас нас действительно интересует только сумма. Хотелось бы понимать ту самую оборачиваемость товара, как быстро мы продаем каждую подгруппу, в данном случае, наших категорий. Обратите внимание, что сейчас в сводной таблице появляется вот такое служебное название, то бишь название строк. Почему Excel некоторые столбцы называют непонятным? Почему он не назовет просто там что-то группа товара, либо коллекция? Дело в том, что сейчас в столбце А у нас находятся два типа информации. Это и группа, и коллекция. И Excel, недолго думая, говорит «разбирайся сам, я назову чем-то служебным». Чтобы избавиться от такого названия, мы на вкладке «конструктор» будем пользоваться кнопкой «макет отчета» и поменяем ту форму отчета, которая установлена в сводной таблице по умолчанию, на табличную форму. Эту кнопку частенько слушатели теряют, поэтому если вам сейчас понравится новая форма, то вы эту кнопочку можете найти на вкладке «конструктор» «макет отчета». Возможно, что итоги по каждой группе нам сейчас будут неинтересны, тогда при необходимости мы их можем скрывать, либо показывать, обратно возвращая на экран. Как мы вам с вами говорили, мы можем добавлять в сводную таблицу поля, используя просто способы агрегации того или иного поля в списке полей. Но также мы можем делать вычисления между существующими полями, но в этом случае нам надо воспользоваться так называемыми вычисляемыми полями в сводных таблицах. Когда мы находимся внутри сводной таблицы, нам доступна вкладка на панель, вкладка, которая называется «анализ сводной таблицы», где в группе команд вычисления под кнопкой «поля, элементы и наборы» нам надо вызвать меню «вычисляемое поле». Именно это меню позволит нам внутри сводной таблицы не снаружи, а внутри сводной таблицы создать некое поле, которое зависит от простых вычислений существующих полей. Но в данном случае мы посчитаем недельную оборачиваемость. Та формула, которая прописана у нас в модели вставки вычисляемого поля, будет заключаться в делении остатков на продажи в неделю. В данном случае я открою скобку и существующие продажи, так как это двухнедельные продажи, помните, мы брали период с 1 по 14 июля, разделю на две недели. То есть вот эта скобка, которая сейчас у меня используется в качестве делителя, это не что иное, как продажи в одну неделю. Значит, оборачиваемость, которую мы посчитаем, она будет показывать количество недель, насколько хватит нашего товара, если темп продаж не будет меняться. В данном случае мы получили, давайте я поменяю формат данного поля через числовой формат в контекстном меню. Вообще сегодня мы будем очень много вызывать нужных нам команд именно через контекстное меню. В сводных таблицах этот инструмент очень просто используется. Числовой формат. В числовом формате мы, соответственно, укажем, что я хочу видеть оборачиваемость, ну, допустим, целыми величинами. То есть мы видим, что нашего товара хватает на 7 недель будущих продаж, но есть две группы, которые продаются достаточно низкими темпами. Их запас у нас практически на 3,5 месяца. В принципе, убедиться в том, что, скажем так, этот показатель 14 гораздо больше, чем средняя, если бы были более там расширенные показатели, можно внедрением в данный список особых инструментов условного форматирования. Ну, например, на вкладке «Главное» «Условное форматирование» я к этой ячейке 14 добавлю, ну, какой-нибудь значок. Ну, давайте обычные стрелки. Значки могут состоять из 3, 4, 5 элементов, но так как у нас используемая, соответственно, зона не очень большая, я выберу минимальный. Обратите внимание, при ставке условного форматирования сводной таблицы с правой стороны мы получаем, собственно говоря, элемент управления данным условным форматированием, каким образом мы хотим добавлять это условное форматирование. Ну, давайте выберем второй пункт, где наша оборачиваемость будет подсвечиваться вне зависимости от того, итог это либо не итог. Однако по умолчанию данное условное форматирование красным цветом отмечает достаточно хорошую оборачиваемость, а зеленым ту самую плохую. Поэтому данное правило условного форматирования мы можем немного скорректировать. Делается это все там же, на вкладке «Главное». Вообще все, что делается через условное форматирование, выбирается через кнопку условного форматирования. И мы можем все-таки управлять тем правилом, которые есть на нашем листе. В данном случае правила набора значков мы можем поменять, ну, например, показывать обратный порядок значков, где красный – это хорошо, и, возможно, поменять представление данных значков, отталкиваясь не от одной трети, да, а как раз того самого среднего показателя. В качестве примера мы можем поменять процент на число и рассказать, что я хочу показывать красную стрелку, если значение больше либо равно, ну, допустим, 18 недель, да, чуть больше, чем 14, и желтую стрелку показывать, если значение больше либо равно, меньше либо равно 18, но больше либо равно 8 недель. В этом случае мы, поменяв правила условного форматирования, увидим, что в разрезе групп особых никаких у нас проблем нету, и минимального значения мы здесь не обнаружим. Но, да, две группы с 14 неделью оговорачиваемости у нас вышли как отдельное поле. Данный лист мы можем назвать, например, группа, потому что она показывает разрез нашего товарного запаса по группам. Обратите внимание, что те две группы товара, которые у нас есть, в сумме занимают порядка 7,5 тысяч единиц, что составляет 50% стока. Можно сразу на эту сводную таблицу добавить еще одно поле, которое бы определяло долю участвующих товаров. А в данном случае я повторю, например, поле остатки в модели, то есть я захвачу поле левой кнопкой мыши и перетащу в поле значений дубликат этого поля, назвав его процент, доля остатка. И посчитаю данный столбец с третьим способом вычисления, который называется дополнительное вычисление. Помимо того, что этот столбец считается суммой, мы высчитываем его, например, как процент от общей суммы, от столбца. Это вычисление у нас высчитывается по названию процент от суммы по столбцу. Что мы видим? Нам бы хотелось понимать, что вот эта доля вот этих самых наших оборачиваемостей с того товара, который достаточно низко имеет оборачиваемость, составляет 50%. Как же нам посмотреть, сколько этого товара находится на складах наших магазинов и все ли они его достаточно хорошо продают? Для этого мы создадим дубликат данного листа. Для этого я нажимаю клавишу Ctrl и переношу лист в новое место. Назову его, например, города. Да. И для того, чтобы показать на экране только существующие проблемные категории, я введу в сводную таблицу поле, которое содержит сразу сцепку. Посмотрите на листе остаток. У нас есть столбец, который показывает сцепку подгруппы и коллекции. Что нам это даст? Если мы подгруппы коллекции добавим, соответственно, строки, сами подгруппы из коллекции отсюда удалим, то здесь мы, сделав существенную обычную сортировку, мы еще с вами ее ни разу не делали, это тоже один из инструментов, которые я хотела бы осветить, правая кнопка мыши в контекстном меню эту команду можно найти, можно сделать сортировку от большего к меньшему, и те две проблемные категории у нас окажутся в верхней части списка. В сводной таблице мы можем делать фильтрацию интересующих нас категорий. Фильтрация делается за счет того, что мы выбираем те группы товаров, которые нам интересны, и через правую кнопку мыши, опять-таки, очень удобно достаются все команды через контекстное меню, вызываем на вкладке в строке фильтр, соответственно, команду «Сохранить только выделенные элементы». Мы хотим видеть разрез только нашего товара, который плохо оборачивается, поднимая его в область фильтра, при этом, как было 7 647 единиц от зонного товара, так и осталось, и хочу его показать в разрезе точек продаж. В данном случае данная категория у меня находится под названием «Убрат». Сделав, опять-таки, сортировку данного поля, мы видим, что только в Тюмени у нас достаточно проблемная оборачиваемость. Во всех остальных городах она неплоха в пределах 11 недель будущих продаж. Но если мы вспомним, то в среднем у нас оборачиваемость – это 7 недель. Поэтому 11 недель будущих продаж – это оборачиваемость проблемная, и данную акцию мы будем включать для всех городов, которые входят в нашу сеть. Следующее, что мы посмотрим, это разрез этой сводной таблицы, опять я делаю копию, уже в разрезе моделей. Возможно, что в данном списке у нас существуют модели, которые хорошо продаются в списке тех самых двух коллекций, и в акцию распродажную их добавлять не нужно. Поднимаем поле «Город» в область фильтров, и тот самый разрез 7647 генит мы построим уже по модели. Что в результате мы увидим? Какие-то модели будут хорошо оборачиваемые, у них зеленая стрелка, какие-то средне оборачиваемые, у них желтая стрелка, какие-то плохо оборачиваемые. Чтобы упорядочить размер этих стрелок, я через правую кнопку мыши сделаю сортировку этого поля, ну, например, по убыванию. Что мы видим? Что благодаря тому, что наше правило условного форматирования разделило товар на три группы, мы видим, что в конце этого списка некоторые товары имеют достаточно приемлемое оборачиваемое. 5, 6, 7 недель. И очевидно, что эти товары при существующих остатках 150, 107 единиц и так далее, они сами по себе достаточно хорошо продадутся до конца августа, когда мы планируем сезон. Поэтому эти товары я не буду включать акции. И ровно так же, как мы можем фильтровать, оставляя выбранные элементы, попробуем воспользоваться через кнопкой, через контекстное меню, фильтрация, и скроем выделенные элементы. То есть я скрою те элементы, которые в акции участвовать не будут. То есть мы отфильтровали только тем позициям, которые хотим распродавать. Разделим эти позиции на две части. В данном случае, посмотрите, часть товара в области 55% из 7600, у нас будут в одной группе. Давайте попробуем их сгруппировать. То есть мы группируем все товары, оборачиваемся по которым 18 недель будет и больше. Еще один инструмент, который помогает работе сводной таблицы. Ну вообще мы сейчас делаем такой момент, как разделяя властвую. Мы разделяем наш сток на части. Что хорошо продается, что плохо продается, что мы будем в акции пускать, что будем продавать без скидок. Так вот, товар, который имеет большую оборачиваемость, мы группируем через правую кнопку мыши, добавляя так называемую ручную группировку текстового поля и называем эту группу товара, вот эти артикула, так как у них очень плохая оборачиваемость, как акция. И допустим, мы предоставим скидку 50%. Потом мы можем поменять эти цифры, пока мы подготавливаем данные. То, что осталось после, имеет после каждого значения какой-то промежуточный итог. Данные промежуточные итоги мы можем скрыть опять-таки через полезное и богатейшее контекстное меню любой сводной таблицы. Оставшаяся группа мы будем также группировать в акцию, но предоставлять, скажем так, для тех товаров, которые уже более-менее продаются, но менее весомую свитку, фильтр, группировать данное поле мы назовем акция минус 30%. Получившееся новое поле за счет группировки модель получило служебное название модель 2. Мы можем его поменять, например, на какое-то общее обоснование, что это товар. Закрывая ту или иную категорию через тот самый крестик, а минус, можно это вызвать через правую кнопку мыши, развернуть, свернуть, нас интересует сворачивание всего поля. Мы понимаем, что в акции у нас идет 6 с лишним тысяч товара и оборачиваемость у них достаточно высокая. Но помимо того, что мы продаем акционный товар, в нашем стоке магазинов есть товар, который в эту группу не зашел. Помните, мы оставляли фильтрацию в моделях, оставляли фильтрацию вот здесь, в группах. Поэтому, чтобы снять все фильтры, которые есть в этой сводной таблице, мы на вкладке «Данные» найдем команду, которая называется «Очистить». «Очистить фильтр». Данная кнопка поможет очистить фильтры не только в обычных таблицах, но и в сводах. Когда мы сделали очистку, то все наши существующие продажи, посмотрите, помодельно здесь распределены. Обратите внимание, что некоторые строчки имеют в расчете оборачиваемость непонятное имя ошибка дел, делить на 0 нельзя. Чтобы избавляться от таких ошибок, за счет чего они получились? Что мы остаток 5 делим на нулевое значение. Чтобы избавляться от таких ошибок, по настройке сводных таблицах, достаточно перейти через правую кнопку мыши параметры сводной таблицы и рассказать, что нам нужно ошибки отображать, например, пустоту либо любое другое выражение, которое мы здесь пропишем. Нажимая «Окей» ошибки будут изменены. Можем ли мы сейчас отсортировать данное поле, ну, например, по оборачиванию? Давайте делаем сортировку от большого к маленькому. Видим, что наши акции 30 и 50, они как-то встали посередине. Давайте поднимем акцию 30 наверх. Не получается. Можем ли мы сделать так сортировку, чтобы наши акции остались наверху? Но благодаря тому, что артикула называется по-английски, попробуем сделать сортировку алфавита в обратном порядке, и наши акции все-таки вернулись наверх. Можно весь остальной сток оставить, скажем так, как неакционный, но давайте посмотрим еще такой момент, что в акции мы можем включать и товары, которые, например, имеют малые остатки. Ну, осталось у нас 10 единиц товара, навряд ли их кто-то когда-то купит. Выделим такую группу в отдельный пункт. Соответственно, если мы нажмем кнопку «Сортировка» по убыванию, то есть возможность выделить товары, которых у нас находится на остатках. Ну, давайте малыми остатками будем считать те остатки, которые, ну, менее 30 штук. Опять-таки, чтобы их включить в отдельную группу, мы выделим те артикула, которые нам нужно, соответственно, сгруппировать, и через правую кнопку мыши опять воспользуемся прекрасной командой группировки. Группа, которая создалась, она прошла наверх, так как называется, по-русски. Мы ее назовем «Малые остатки». Так как их немного, то на такие небольшое количество мы можем предоставить, допустим, максимальную скидку нашей сети. А вот все остальные товары, они находятся не в дефицитных группах, вернее, наоборот, в дефицитных группах. Большинство мужских футболок, обораченности, которым у нас достаточно маловато, то помните, у нас вот мужские группы, это 4-6 недель будущих продаж. Поэтому остальные модели мы сгруппируем. Кстати, для выделения этих моделей я сейчас воспользуюсь быстрыми клавишами. Ctrl-Shift, стрелка вниз. И отменю выделение общего итога. И сгруппируем данные позиции. Правая кнопка мыши. Опять-таки, выделенные элементы будут сгруппированы в отдельную группу, скрыв которую мы можем, например, переназвать. Это будет основной стоп. По сути, мы разделили наш товар. Я основной стоп перетащу в самый конец. Так. Мы разделили наш товар на части. Давайте я тогда вот так сапсировку сделаю. Разделили наш товар на части. И понимаем, что около 50 товаров будет у нас акционного. И около 50% товара будет продаваться без акций. И вот эту таблицу мы можем взять как этап того, что было в прошлом. То есть на этом шаге мы можем решить вот этот первый этап. Анализ прошлого периода. Что было в прошлом. При этом анализе мы также использовали вот эти пять основных инструментов Excel. Обычные формулы, сводные таблицы, фильтрация, сортировка, группировка полей. И еще мы использовали условное форматирование. Куда мы запишем данные? Ну, у нас будет некая заготовка. Заготовка, куда мы будем возвращать результаты. И данная заготовка находится на вести расчет эффективности. Если вы скачаете файл из личного кабинета нашего семинара, то вы увидите вот эту форму, к которой мы, собственно говоря, и будем стремиться. Буквально через 5-10 минут мы получим вот такую форму, что называется с нуля. Я буду ее формировать чуть ниже. Данную слотную таблицу, кстати, можно поменять форматирование, если на вкладке конструктора выбрать какую-то интересную форму. Ну, вот я возьму что-то типа вот такого. И для того, чтобы иметь возможность не подкрашивать голубым цветом заголовки, то там же на вкладке конструктор мы снимем галочку заголовки строк. И вот эту форму макета мы скопируем как значение в отчет расчет эффективности. То есть просто добавим данную таблицу на листиксе. Все, что здесь у нас обозначено. Почему я вставила как значение? Потому что чуть позже мы поменяем в нашем листе остатки ссылки на другой период. И нам важно, чтобы изменяемые значения в этой слотной таблице не повлияли на наше прошлое. В качестве заголовка данной таблицы я воспользуюсь, соответственно, обозначением факт акции 14 дней. Здесь мы видим, что у нас было на остатках 14 тысяч товара. Из них 7 с лишним тысяч мы включаем в распродаж. Для того, чтобы построить прогноз акции на следующие 14 дней, а помните, мы акцию с вами планируем на период, если находимся 15 числа, то наши расчеты связаны с тем, что акцию мы запустим где-то с понедельника 19, и будет она идти 2 недели. В прошлом периоде было 4 выходных дня, и в будущем периоде, на котором мы делаем анализ, также существует 4 выходных дня. Поэтому ровно эти 14 недель мы будем рассчитывать на будущее. Чтобы понять прогноз на следующие 14 дней, мы понимаем, что предоставляемые скидки, давайте я немножечко продублирую здесь, они ожидаемо ведут к росту продаж в штуках. Чтобы скоординировать и спрогнозировать, а сколько будет продаваться товар по акции, мы будем опираться на реальные продажи этого товара в прошлом и умножать их на какой-либо коэффициент. Вот коэффициент, насколько наши продажи вырастут при той или иной скидке, зависит прежде всего от того товара, который вы продаете. И человек, который не является экспертом в области, в которой он работает, с такими коэффициентами будет определяться достаточно сложно. Проведя несколько таких работ по планированию и контролю результатов акций, мы можем на самом деле прийти к достаточно интересным результатам. Представим, что в 30% у нас прирост будет составлять около 2 раз. В продажах акций товаров в акцию минус 50% прирост у нас будет чуть больше. Давайте его поставим, ну, например, в 3 раза мы увеличим наши продажи. В принципе, когда мы сейчас посчитаем всю таблицу, эти коэффициенты мы можем менять. С точки зрения малых остатков я не хочу опираться на те продажи, которые были в прошлом. Моя задача другая. Придавая скидку 70%, я хочу распродать эти остатки, ну, например, на 80%. А реально это нереально покажет только эксперимент. Покажет то, насколько я смогу реализовать поставленную задачу при контроле данной активности. Ну, и основной сток планируется к продажам ровно в том объеме, который мы продавали в предыдущие две недели без роста и без падения. Давайте попробуем теперь рассчитать, собственно говоря, а какая будет выручка по данному товару. При расчете выручки, давайте я сейчас скопирую формат, при расчете выручки мы будем опираться прежде всего на ту среднюю цену, которая у нас участвовала в прошлом. Но обратите внимание, что если выручку мы разделим на продажи, то средняя цена у нас будет 729, ну, около 700 рублей по каждой из групп товаров. Но продавать-то в акцию мы будем с определенной скидкой, поэтому данную среднюю цену мы будем умножать на то, что останется от целого, если эту скидку вычесть. Вот за целое принимается единица, либо, если вам удобнее понимать, 100%, и та самая вычисляемая скидка. Я сейчас пишу знак плюс, понимая, что в ячейке скидка у меня содержится отрицательное число. Если я закончу ввод этого простого вычисления, то вместо 700 рублей со скидкой 30% цена будет 510, со скидкой 50% 368, со скидкой 70%, видите, цена гораздо ниже. Но это пока не выручка. Чтобы средняя цена с учетом скидки превратилась в выручки, мне достаточно умножить эту расчетную среднюю цену на те продажи, которые я спрогнозировала. Таким образом мы получим нашу прогнозную выручку. Можно посчитать суммарные значения, вызываю быстрыми клавишами Alt равно, и осталось высчитать те остатки, которые у нас останутся по итогу проведения акции. Было такое количество, отниму то, что я собираюсь продавать. В итоге у нас получились определенные остатки, и мы имеем возможность посчитать оборачиваемость товара. Оборачиваемость считается, исходя из формулы, когда я свои остатки должна разделить на недельные продажи. То есть ячейка L17 делится на отношение H17 к 2. Полученное значение показывает мне оборачиваемость в разрезе, соответственно, недельной моей оборачиваемости. И мы получаем такие цифры, что акционный товар, оборачиваемость по акционному товару, соответственно, снизится с 12 недель будущих продаж до 4 недель будущих продаж. Также, давайте я поменяю формат. Также нам, наверное, будет интересно увидеть, о какой... Так, мне не понравился этот формат. Тогда я его сделаю вот так, поменяю только границы. Также для того, чтобы посчитать прирост в рублях, это дополнительное поле, которое в этом анализе получилось, тоже часто вызывает вопрос у слушателей, как найти, насколько одно число отличается от другого, вернее, во сколько раз. Мы нашу выручку, которую мы спрогнозировали, должны отнести к выручке, которая была до акции. И если я хочу получить решение в процентах, то я по итогу должна отнять единицу. В итоге, величина, которая у нас получится, соответственно, будет выражена в процентах. Давайте сейчас вот этот значок условного форматирования мы уберем. Если какое-то правило условного форматирования нужно убрать, то опять-таки на вкладке «Главное» в группе команд «Условное форматирование» мы можем удалить правило, например, только из выделенных ячеек. И сюда бы я применила правило, все там же на вкладке «Главное условное форматирование», гистограммы, приводя, например, рост и потери. Посмотрите, в акции 30 и 50 у нас планируется прирост выручки, а вот в малых остатках мы на самом деле теряем. Вопрос, насколько важно вам распродавать эти остатки, возможно, вы откажетесь от вот этой 70% скидки, возможно, вы, скажем так, согласитесь на данное действие. То есть это все зависит от вас, от вашей экспертности в реализации конкретно данной маркетинговой активности. Ну и мы подошли к тому, что можем теперь остановиться и, что называется, готовить непосредственно нашу акцию, а именно выдавать задачи для группы маркетинга. Что мы сейчас сделали? Мы определили объем товара, подлежащего распродаже. Это второй этап подготовки любой маркетинговой активности. Мы выбрали время для распродажи и срок действия акции – две недели, с 19 июля по 1 августа. Мы подобрали величину дисконта и спрогнозировали результаты планируемой акции для того, чтобы проконтролировать достижение нашей цели по ее итогу. Теперь наша задача – выдать, соответственно, отделу маркетинга такие процессы, чтобы они организовали, как придумать название для той акции, которую мы рассчитали, создать для покупателя условия, распорогающие к покупке, запустить рекламную информационную кампанию и так далее. И вот прошли наши две недели. Давайте вернемся на лист о старт. Если в начале нашего вебинара мы находились в 15 июля, то сейчас мы плавно телепортируемся вот сюда, во 2 августа. Во 2 августе анализ продаж мы будем делать за другой срок – с 19 июля по 1 август. Сейчас, когда я поменяла даты, которые, помните, участвуют у нас вот в этой формуле, выручки и продажи стали нулевыми. Почему это произошло? Потому что на листе «Реализация» у меня находились продажи исключительно по 14 июля. Продажи 19 июля, тем более 1 августа, здесь отсутствуют. В принципе, в реализации тех баз данных, в которых вы будете работать, достаточно обновить какой-то отчет, чтобы текущие продажи к вам подтянулись. Либо, как это сделаю я, просто скопирую те продажи, которые у меня, соответственно, реализовались. Через обычное копирование добавлю их на наш лист реализации. Обратите внимание, как только продажи 19, 15 июля и до 1 августа включаются в эту таблицу, на листе «Остатки» мы видим существующие продажи, что они уже составляют 5567 единиц. И так как наша сводная таблица модели рассчитывается исключительно из листа «Остатки», понятное дело, что «Остатки» я здесь оставляю те же самые на день начала акции, определяя «Остатки» наконец как «Дельту» из того, что было, отнимаю то, что продано, то мне достаточно теперь просто обновить эту сводную таблицу, чтобы получить итог по акции. Нажимаю команду «Обновить», опять-таки в контекстном меню, и посмотрите, если этот товар у нас имел среднюю оборачиваемость 7 недель, то после акции оборачиваемость по всему товару и по всему ассортименту нашей торговой сети достигла 5 недель. Теперь нам необходимо эти итоговые показатели расставить, соответственно, в наш итоговый отчет. Данные столбцы будут называться уже «Фактом» по акции, и мы, соответственно, давайте их сюда проставим. В качестве продажи я сделаю ссылку на сводную таблицу. Сейчас это уже можно делать, но если мы просто сошлемся на сводную таблицу, то, возможно, кто-то из вас увидит вот такую необычную формулу получить данные сводной таблицы. На самом деле эта формула не что иное, как абсолютная ссылка, которая отсылает нас на продажи именно ассортимента акции минус 30. Но если последний аргумент этой формулы я заменю на ячейку, которая содержит данное текстовое выражение, то у меня получится данную формулу копировать, выводить результаты, и это никаким образом не повредится, если я буду при существующих промежуточных итогах отсматривать, допустим, существующий состав по той или иной акции. Обратите внимание, видите, я раскрыла свою сводную таблицу, но на итоге в расчете эффективности никаким образом, соответственно, это раскрытие строк у нас не повлияло. Таким же образом, давайте я сверну обратно все поле, мы можем сделать, соответственно, ссылки на выручки, определяя выручки товара акционного 30% скидки, 50% и тех самых малых остаток. Зная продажи и выручку, мы можем посчитать, собственно говоря, насколько у нас увеличился или уменьшился прирост. Я скопирую формулу по определению прироста в рублях, смотрим, что ее нужно скорректировать. Делить выручку в факте мы будем делить на выручку в факте того, что мы в акцию продавали, мы будем делить в факт, который был до акции. В итоге прирост в первом пункте у нас составил 40%. Именно такой прирост мы и планировали. А вот тот товар, который использовался, соответственно, в 50% скидке, тут мы даже немного перевыполнили историю. Чтобы итоги у нас посчитались, давайте мы альтравно посчитаем и суммы. В итоге получилась не очень хорошая ситуация. Мы планировали прирост выручки на 8%, а у нас оказалась ровно такая же выручка. На этом этапе очень важно понять, за счет чего у нас произошло потери. В данном случае мы видим, что потери произошли главным образом за счет того, что мы не смогли удержать продажи основного стока. Продажи основного стока упали, товар начал, количество вроде более-менее похоже, но выручки реально упали на 10%. То есть надо понять, собственно говоря, за счет чего у нас не получилось выполнить данное задание. Сейчас мы посмотрим динамику средней цены и динамику, например, продаж единиц. Не забываем рассчитать остатки. Из того, что было, мы отнимем то, что реально продано. В итоге появляется возможность посчитать, соответственно, нашу оборачиваемость, которая зависит от остатков и делит их на продажи еженедельно. В этой же таблице мы можем рассчитать динамику средней цены. Как мы ее будем рассчитывать? Как деление, давайте попробуем, выручки на продажи в штуках. Деля выручку на продажи в штуках, мы получаем ту самую среднюю цену до акции. Попробуем проверить, соответственно, выручку по факту после акции на фактические продажи и найти ту самую дельту отношения цены в акцию к цене до акции. Ну и так как я хочу получить отношения в процентах, то необходимо отнять единичку. Посмотрите, в результате данного действия действительно товар в акции минус 30% у нас подешевел на 30%, на 50%, на 70%. А вот основной товар, который мы не планировали понижать в стоимости, эти 5% получил. Ну тут история о том, что клиенты могли получать какую-то клиентскую скидку, либо делали выбор в более дешевый, например, ассортимент, и поэтому средняя цена упала. Ведь это распродажа, и поэтому даже без акционный товар покупался, но в более дешевом сегменте. Также, если мы хотим и далее заниматься распродажами, то нам необходимо, что называется, держать руку на пульсе с точки зрения, а, собственно говоря, как, какова у нас эластичность спроса, насколько та или иная скидка предполагает, соответственно, получить рост продаж. Что мы сделаем? Если мы до акции продали, соответственно, 500 единиц, в акцию мы продали, в данном случае, товаров минус 30 047 единиц, то отношения товара к акции и до акции у нас будет относительно 2. Мы, помните, здесь препрогнозировали, учитывали просто двойку. В итоге мы понимаем, что можно на будущее брать, соответственно, чуть больший коэффициент. Особенно это касается скидки 50%. А вот товары, которые, например, продаются без скидки, можно закладывать в продажах с 5% потерями, подразумевая, что выбор покупателя в какой-то части уйдет и в сторону распродажи. Итоговый отчет мы с вами составили. В принципе, в этом итоговом отчете мы понимаем, что плановое задание мы не выполнили, но постараемся учесть эти ошибки в будущем. Ну и очень интересным является, соответственно, понимание того, как изменились наши реализации, сравнить два периода реализации, до акции и после акции. Здесь, опять-таки, нам могут помочь сводные таблицы, фильтрация, сортировка, группировка полей сводных таблиц. Буквально 5 минут у меня потребуется на то, чтобы проанализировать два периода. Опять-таки, уже на основе листа реализации мы вставим сводную таблицу. За счет того, что у нас диапазон является верно структурированным, каждый столбец имеет заголовок. Напомню, что сводные таблицы по объединенным ячейкам у нас не строятся. Мы поместим сводную таблицу на новый лист. И посмотрим, какие даты у нас участвуют в этом отчете. Допустим, по выручке. По умолчанию, Excel, начиная с 2016-й версии, производит вот такую группировку наших, соответственно, дат. От этой группировки можно отказаться через правую кнопку мыши «Разгруппировать». Сделать сортировку не обязательно по значениям, а, например, по строкам. Сделав сортировку, например, от новых дат к старым. Что мы видим? Что даты, существующие в этой таблице, могут быть сгруппированы. А именно, ну, например, 14 дней распродажи я могу сгруппировать в отдельную группу акции. И еще следующие 14 дней, вот тут не очень удобно, поэтому я, помните, меняю макет на вкладке «Конструктор», макет отчета «Показать в табличной форме», убирая промежуточные итоги. И выберу тот ассортимент, который у меня был до акции. С 1 по 14 июля. И тоже их сгруппирую. Этот период я назову до акции. В итоге, в нашей сводной таблице мы можем оставить только два элемента. Воспользовавшись контекстом меню, опять-таки, фильтрацией через правую кнопку мыши расскажу, что я хочу отфильтровать и сохранить только выделенный элемент. Поле, получившееся поле «Дата-2» мы можем назвать «Период». И сами дни этих периодов нам уже неинтересны. Теперь мы можем, по сути дела, посмотреть, а как торговали наши точки продаж, города, сравнивая период до и период после акции. Чтобы данные числа на экране выглядели поинтереснее, через правую кнопку мыши «Числовой формат». Обратите внимание, что эта кнопка меняет и все поле, в отличие от предыдущего формата «Числовой формат», «Числовой» с разделителями. Ну, например, вроде знаков после запятой. Мы видим выручку, видим, что акция и до акции была выручка вот такая, после акции выручка стала такая. Но как посчитать процентное отношение? Опять-таки, в сводных таблицах есть дополнительное вычисление, которое может найти так называемое приведенное отличие. И рассказать, в каком отличии у нас, соответственно, продажи периода отличаются, например, от предыдущего периода назад. Сделать я это сделала в этом же самом поле, поэтому выручку я еще разочек добавлю. Первое поле у меня будет называться выручка. Соответственно, второе поле я назову уже процент отличия. И чтобы данные показатели можно было бы, ну, про, скажем так, оценить, а хорошо или плохо, я добавлю к этому столбцу отличия, ну, то самое условное форматирование. То есть каждый элемент распродажи мы прогоняем по тем самым пяти основным инструментам. Условное форматирование. И выберем, соответственно, название, ну, например, про набор изначков. Выбирая набор изначков, правило условного форматирования коснется только одного элемента. Мне достаточно рассказать, хочу ли я, чтобы это правило условного форматирования работало на всю таблицу. И, имея данные показатели, мы понимаем, что что-то находится глубоко внизу, что-то выше. Вот, например, Москва сильно у нас в акцию упала. Но будем думать, что здесь тот самый фактор внезапного коронавируса. Очень просто теперь эту таблицу трансформировать через обычное копирование, ну, например, в разрез не по городу, а по коллекции. То есть мы понимаем, какие коллекции упали. Либо, например, к этой коллекции добавить те же самые подгруппы. Что мы здесь видим? Допустим, если я добавлю промежуточную методику подгруппы. Мы видим, что в женских футболках, посмотрите, достаточно хорошо выросли те товары, которые мы акционировали, в акцию пускали и упали те товары, которые в акцию мы участвовали. В мужских группах футболок есть небольшое падение, но мы понимали, что это дефицитный товар. И мы планировали, что продажи должны сократиться. То есть итоги проведения распродажи касаются как эффективности по нашим группам того или иной стыдочной акции, а также в разрезе, как наше задание выполняли отдельные точки продаж, как наше задание выполняли непосредственно группы, да, то есть как они были представлены внутри магазина. В итоге мы подошли к третьему этапу, на которых выгрузили результаты реальных таблиц, сравнили результаты с поставленными значениями и подвели итоги, принимая результаты проведенного мероприятия, используя статистические данные для следующих маркетинговых активов. Ну и на этом тема расчета эффективности распродажи у нас, по сути дела, считается раскрытой. Но что мне хочется повторить. На всех трех этапах ведения распродажи мы включали те самые пять основных инструментов Excel, которые являются основными этапами курса Excel 2 расширенной возможности. Сейчас за час мы рассмотрели лишь один пейс, при возможности и необходимости вы можете его повторить в своем строительном доме. В рамках курса мы решаем по нескольких задач по каждой теме и имеем возможность более широко рассмотреть данные инструменты. На этом хотелось бы отметить, что в учебном центре специалист на курсе Excel 2 вы изучите современный, вы будете использовать курс, построенный на современных методиках инструментов. Автор этого курса, руководитель направления Microsoft в нашем учебном центре, специалист Колька Кудешова, подготовила очень интересное задание, интересный курс, который мне как преподаватель вести, честно говоря, является честью и уставляет огромное удовольствие. Наш курс идет в 16 часов. Если это вечерние занятия, то мы встречаемся в 4 вечера. Если дневные занятия, выходные, то это две встречи. Стоимость одного курса около 10 тысяч рублей, если вы занимаетесь на вебинаре. По факту прохождения курса вы получаете престижный диплом по повышению квалификации. Обратите внимание, что изучить курс Excel 2 можно и в рамках комплексной программы. Дело в том, что базовыми курсами Excel наша линейка, соответственно, не ограничивается. После прохождения первого, второго, третьего Excel мы можем пойти на изучение более серьезных дисциплин. Как то макросы, либо те самые надстройки, которые появились в Excel совсем недавно, приставкой Power, PowerClimat и PowerQuery. Приглашаю вас на эти курсы, если вам интересно, и буду рада встретиться на соответствующих программах. На этом закругляюсь. Спасибо вам большое за внимание. Если остались вопросы, то, конечно же, в ближайшие 10 минут я на них запросто смогу ответить. Задавайте вопросы. Если не сегодня, то обязательно пишите мне на электронную почту. Буду вам признателен. Напомню, что ваш опыт практически легко может стать моим, если я от вас получу такой запрос. Спасибо всем большое за внимание.